Я приветствую всех, кто находится по ту сторону экрана, вы смотрите Универ Ньюз. С новостями студенчества познакомлю вас я, Анна Глазунова, и так сегодня в выпуске. Кафу принял участие в форуме «Чистая вода». Совершенно секретно студенты Кафу анонимно сдали экспресс-тест на ВИЧ. История химии в Казанском университете берет начало с его основания. Тогда были открыты первые химические лаборатории и начала работу Казанская химическая школа, получившая мировую известность. В честь ее основателя в Кафу состоялись праздничные мероприятия. Более подробно о них расскажет Аделя Шамилова. 19 сентября в честь 190-летия Александра Бутлерова состоялся ряд мероприятий. Начался праздничный день с традиционного места у памятника Александра Бутлерова. Здесь сотрудники и студенты Кафу собрались, чтобы почтить память великого предшественника. На торжественном мероприятии принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и возложил цветы к монументу. Это мероприятие мы проводим каждый год в день рождения Бутлерова. Но поскольку сейчас исполнилось 190 лет Александру Михайловичу, то церемония более торжественная и включает целый комплекс мероприятий. Университет великий, Бутлеров великий. Это самое главное, что приходит в голову. Действительно, университет это колыбель Российской школы органической химии. Бутлеров был и ректором. Бутлеров создал такую теорию, которая в органической химии используется до сих пор. Недаром же Казань называется столица органической химии. После торжественного возложения цветов все желающие отправились в Казанскую химическую школу. Здесь, в Бутлеровской аудитории, состоялось праздничное заседание сотрудников и студентов Химического института КФО. Основными темами обсуждения стали жизнь, наука и творчество известнейшего казанского ученого. Кульминацией праздничного дня стало открытие выставки под названием «190-летие со дня рождения Бутлерова» в фойе нового корпуса Химического института КФО. Выставка рассказывает о том, что Бутлеров является одним из основоположников науки о пчеловодстве, о его увлечении бабочками, о том, что он занимался разведением разных сортов роз, что был заядлым охотником. Но одно из увлечений многие его друзья и соратники не одобряли. Это было модное и таинственное в те времена увлечение эзотерикой. Выставка наглядно представляет любимые занятия ученого, показывает широкий круг его интересов. Завершились мероприятия торжественным заседанием Ученого совета Химического института, посвященное 190-летию со дня рождения великого ученого. 19 сентября состоялось заседание Комитета Академии наук, направленное на определение лучших кандидатур для присвоения государственной премии Республики Татарстан. Участие в заседании Комитета принял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Ильшат Гафуров принял участие в заседании Комитета Академии наук Республики Татарстан, которое было собрано для определения кандидатов на соискание государственной премии. В этот день доклады были в основном направлены на изучение проблем нефтедобывающей и нефтехимической отрасли. Вопросы ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и академиков были связаны с определением научно-новидной исследований. Проекты, которые были представлены соискателями государственной премии, уже используются на площадках малых и крупных нефтедобывающих компаний. В большинстве случаев они представляют собой новое прочтение уже имеющихся технологий или совмещение их с новыми технологическими схемами, с тем, чтобы дополнить или усовершенствовать аналогичные иностранные решения. В этой связи отдельной темой для обсуждения стал экспортный потенциал представленных разработок. Там база другая, там шансы здесь прицепки, еще что-то технологичные вещи каким-то образом. Либо это мы повторили чей-то хороший опыт, либо это собственные какие-то добавили на работу. Президент Академии наук Республики Татарстан Макзюм Салахов в связи с большим количеством заявок, связанных именно с нефтедобычей и нефтепереработкой, предложил учредить профильную премию за исследования нефтедобывающей и нефтехимической области. Подразумевается, что награда должна будет стать именой, посвященной памяти и трудам Валентина Шашина, выдающегося государственного деятеля и многолетнего руководителя нефтяной отрасли СССР. Диана Шилова, Тимур Табаров, Универньюз. В Казани проходит форум «Чистая вода». Участие в нем принял и Казанский федеральный университет. О всех подробностях в сюжете Артема Тупичкина. В выставочном центре «Казанская ярмарка» открылся форум «Чистая вода». Мероприятие прошло в рамках Международного осеннего строительного форума. На открытии выступили председатель комитета Государственного совета Татарстана Марат Галеев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильдус Насыров Ильшат Гемаев, заместитель главы Министерства экологии Республики Егор Тарнавский и представители других государственных структур. В рамках чистой воды были представлены выставки производителей и поставщиков оборудования и технологий для очистки воды, инженерных сетей и гидротехнических сооружений для специалистов водохозяйственной отрасли. Также на мероприятии проходит Конгресс по вопросам использования и качества водных ресурсов и водоснабжения. На форуме был представлен и стенд Казанского федерального университета. КФУ принимает участие уже в восьмой раз. Лучшие дипломные работы здесь представлены в области водной тематики. От гидрологических расчетов и гидробиологических исследований до проектов экологической реабилитации водных объектов. Проректор по инженерной деятельности Казанского федерального университета Наиль Кашапов также принял участие в мероприятии и объяснил, в чем заключается польза для университетов. Мы становимся ближе к реальному сектору экономики, начинаем понимать, что нужно для производства. В этом плане я как проректор по инженерной деятельности вижу возможность соединения фундаментальных исследований, которые у нас есть, например, по той же воде, чтобы их можно было применить и в промышленности. Именно это и является одной из главных задач Казанского федерального университета. Университет, именно сочетание фундаментальных исследований в университете с применением этих исследований, с производством, я думаю, как раз та перспектива, которую наш ректор ведет. Форум «Чистая вода» продлится до 21 сентября. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. От Камчатки до Калининграда проследует мобильный пункт тестирования на ВИЧ-инфекцию. В 120 городах России побывает белый автомобиль с надписью «Тест на ВИЧ-экспедиция». Всего на два дня мобильный пункт расположился и в Казани. Студенты Казанского федерального университета тоже присоединились к этой акции. Белая машина с яркими наклейками, красной лентой и призывом к борьбе со СПИДом. На улицах Казани ее можно было встретить 18 и 19 сентября. Мобильный пункт тестирования на ВИЧ-инфекцию расположился и в деревне универсиады. Проверить свое здоровье пришли студенты Казанского федерального университета. Наверное, полностью быть уверенным в том, что я абсолютно здоров. Вот, главная цель. Я еще не принимала участия в такой акции, поэтому мне стало, собственно, интересно, что это будет и как этот экспресс-тест делается. Тем более, собственно, бесплатно и так просто. Хочется быть уверенным в состоянии своего здоровья. Быстро, эффективно, безболезненно, а главное, анонимно. Результаты экспресс-теста становятся известны пациентам уже через 10 минут после сдачи крови. В случае же положительного результата в мобильном пункте работают психологи, которые готовы сразу оказать поддержку. Конечно, человек нуждается в этой первой поддержке, когда он получил эту горькую новость. У нас работают два консультанта. И оказать эту самую поддержку, замотивировать его на прохождение дальнейшего тестирования уже непосредственно в центре СПИД. Потому что тестирование в нашем тест-мобиле – это первый этап исследования крови. Студенты также смогли повысить свой уровень знаний о ВИЧ-инфекции. Специалисты рассказали об особенностях заболеваний и возможностях лечения. У нас в школе проходили тоже специальные занятия, нам рассказывали. Но все равно было полезно вспомнить это, потому что все, что в школе изучали, все уже забыли. Ну, лет 20 уже оказывается, как в больницах. Ну, после каждого использования инструменты обновляются. И получается, вот, нельзя в больнице. Нельзя от поцелуев. Ну, очень много полезной информации. Присоединиться к всероссийской акции мог любой желающий. Мобильный пункт работал с 10 утра и до 6 вечера. Наша задача – это, чтобы молодежь была проинформирована, что есть такое страшное заболевание, какие пути передачи, как можно себя защитить. И, будучи проинформированы, они будут готовы к дальнейшей жизни. Третья всероссийская акция Министерства здравоохранения России – тест «Нович-экспедиция» – стартовал на Камчатке 12 июня, а закончится 7 ноября в Калининграде. Мобильные пункты тестирования проследуют через 30 регионов России, охватив 120 городов. Анна Глазунова, Ленардо Велитьяров, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотри на социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok